всем привет я собираюсь в гости решила приготовить что-нибудь вкусненькое чтобы взять с собой к чаю на торт у меня времени нет поэтому вспомнился рецепт вот этих печеней делюсь с вами рецептом я уверена что очень многие знают этот рецепт и возможно делают печенье по нему но напомню это рецепт старый вот смотрите на столе у меня продукты для базового рецепта его я вам оставлю под видео это мука яйца сахар растительное масло разрыхлитель и щепотка соли и так одно целое яйцо и желток выкладываю в миску добавляю щепотку соли перемешиваю добавляю сюда сахар и хорошенечко размешиваю чтобы сахар растворился теперь добавляю сюда растительное масло опять размешиваю получается вот такая однородная масса на основе этого рецепта я буду делать два разных вида печенья шоколадная и миндальная поэтому муку я разделила на две равные части обе части просеяла теперь начну сюда яичную смесь добавлять муку возьму равное количество из каждой мисочки две столовые ложки почему сейчас поймете размешиваю добавляю разрыхлитель и щепотку ванилина все это перемешиваю добавлю еще чуть-чуть муки равное количество из каждой мисочки имейте ввиду я делаю так как удобно мне вы делайте так как удобно вам еще чуть-чуть муки получилась вот такая масса которую теперь проще разделить пополам я ее разделю на две части половину переложу в другую миску вот просто разделила пополам отделила и теперь половину переложу в другую мисочку вот так эту часть пока теперь в одну половину я добавлю промолотую миндаль просто заменю часть муки миндалю и так две столовые ложки муки вот такие обложу две столовые ложечки миндаля высыпаю сюда перемешаю еще одну столовую ложечку муки заменю столовой ложечкой миндаля и теперь начну добавлять сюда муку потихонечку наверно все насыплю сюда теперь можно уже замешивать руками возможно придется добавить немножечко муки поскольку мука разная яйца тоже разные по размеру как видите тесто получилось немножечко жидковато поэтому добавлю сюда столовую ложечку муки так просто руки обмакнула муку чуть-чуть еще буквально присыпать муку и получилось вот такое тесто оно достаточно мягкое сейчас я соберу все кусочки вот так получилось мягкое тесто если вам кажется что тесто слишком липкое добавьте вот буквально вот так присыпьте тесто мукой или обмакните руки в муку вот и все сильно тесто мукой не забивайте иначе печенье будут слишком плотные так теперь приступим к формированию печенья посыпаю стол мукой и раскатываю тесто толщиной примерно 5 миллиметров я люблю печенье мягкое и чуть потолще если любите хрустящие раскатывайте чуть тоньше вырезайте печенье любой формой у меня вот такая кругленькая остатки снимаем и выкладываем печенье на противень для выпечки остатки опять собираю и вырезаю еще тесто очень мягкое податливое смотрите еще раз повторю муки добавляйте так что получилось вот такое хорошее мягкое тесто ориентируйтесь по своей муке ну и последняя печенюшка можно ее сделать вот так скатать в шарик и придавить вилочкой вот такие получились печеньки ставлю в духовку на 10 минут ну или пока они не зарумянились пока печенье выпекается мы займемся второй половиной нашего теста пока выпекается миндальное печенье точно так же сделаем шоколадное я возьму отложу вот от этой муки две столовые ложки и заменю их на какао какао буду просеивать прямо вот сюда кладу сюда всю муку мы уже поняли что муки понадобится чуть больше и опять же начинаю замешивать тесто посмотрите какая разница вот это тесто получилось немножко гуще возьму чистую ложечку возьму чуть-чуть муки совсем лучше потом добавить чем сразу переборщить и получить слишком крутое тесто чуть-чуть подпылю и точно также сделаем шоколадное печенье сейчас соберу тесто в однородный комочек слегка раскатаю и также вырезаю печенье делаем все то же самое остаточки опять же собираю смотрите легче легкого тесто раскатывайте равномерно чтобы печенье пропекалось тоже равномерно чуть-чуть кривенькая ну ладно следим а это шоколадные ну вот смотрите какие получились печенюшки и сколько два полных противня конечно это зависит от размера ваших печенек сейчас мы с вами посмотрите какие вот эти получились которые я просто сделала шарики и прижала вилочкой смотрите тоже очень симпатичные внизу тоже отлично пропеклось печенье но она у меня пеклось 15 минут я вам напишу это в рецепте вот смотрите какое оно получилось на разрезе она еще теплая это самая большая печенюшка она еще тепленькая но все равно смотрите какая боюсь ее разломать вот смотрите шикарное печенье получается смотрите большое количество очень вкусное на все про все у меня ушел час вместе со съемкой с подготовительными работами со всеми этими делами очень удобный рецепт выручает на скорую руку если неожиданно на вас напали гости то вот такой рецепт очень вас выручит если вы не будете заморачиваться и делать два разных печенья то на приготовление его уйдет еще меньше времени добавляйте любые ароматизаторы которые вы любите можно добавить лимонную цедру корицу можно добавить изюм если хотите но тогда печенюшки сделайте чуть побольше потому что в таких маленьких он будет слишком выделяться скажем так можете просто помолоть орехи или мелких порезать в общем на ваш вкус и на ваше усмотрение как я уже сказала базовый рецепт вам оставлю под видео из указанного количества продуктов получается вот столько печенья всем хорошего дня и приятного аппетита а ты че не попробуешь попробуем а вы это миндальная тань и это другое или нет это шоколадная это миндальная дегустация дегустация не сказал very nice все слышали но на здоровье мы пьем чай у тани и него кто говорит хелло днил и наши на ух там или даже не вот так всем привет да мы дарутся будем уже не на канале по русски по русски спасибо спасибо большое красивые чашечки очень очень ну на здоровье enjoy enjoy вот так ну вот так ну 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 она